Формула-1 поддержала идею провести уикенд на итальянской трассе Муджелла, которая принадлежит компании Феррари. А все потому, что этот гран-при – тысячный для Скудерии. Сразу после старта Пьер Гасли подбил Кимми Райкенона и Романа Грожана. И уже Кимми врезался в Макса Ферстаппена. Итогом инцидента стал сход Ферстаппена и Гасли. Дальше больше. Сайнца развернула после контакта со Строллом. В него врезался Фетель. Но оба гонщика смогли продолжить борьбу. На седьмом круге объявили рестарт. Боттос замедлился, прогревая шины. Ехавший позади Джовинаци замедлился, что спровоцировало еще один завал. Из него не вышли Карлос Сайнц, Антонио Джовинаци, Кевин Магнусен и Никлас Латифи. Гонку остановили, и Рено решили снять окона по причине перегрева тормозов. На 43-м круге Лэнс Стролл из-за прокола на большой скорости врезался в барьер. Гонку остановили красными флагами во второй раз. При эвакуации разбитая машина загорелась. Финалом этой сумасшедшей гонки стала победа Льюиса Хэмилтона. За ним приехал другой мерседесовец Валтери Боттос. Третьим стал Александр Элбан. Это его первый подиум за карьеру. Даниил Квят добрался до финиша седьмым. В этом сезоне это лучший результат российского пилота. От королевы автоспорта к Формуле 2. Здесь субботний уикенд оставил неприятный осадок, так как Роберт Шварцман сошел из-за неисправности машины. В воскресенье пилоту программы СМП Рейсинг пришлось прорываться сквозь весь пилотон, отыгрывая одно место за другим. В итоге россиянин завершил гонку на достойном, учитывая обстоятельства в девятом месте. А в зачете второй Формулы Роберт теперь числится четвертым. Но впереди еще российский этап чемпионата, а значит шанс на подиум по итогам сезона еще сохраняется. В Формуле 3 программы СМП Рейсинг Александр Смолер и Михаил Белов провели финальную гонку сезона. Михаил Белов дебютировал в Формуле 3 за три этапа до конца сезона. Поэтому не стоит удивляться, что в итоговые классификации он оказался 23-м. У Александра Смолера лучший результат – бронзовая награда во второй гонке восьмого этапа. А в общем зачете россиянин закрыл сезон 11-м.